МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Также замгендиректор Алирона добавила, что у компании есть долг перед перевозчиками из-за низкой собираемости платы среди населения Забайкалья. В атмосфере Читы зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в два раза. Ранее в водоканале сообщали, что неприятный запах распространяется в городе из-за чистных сооружений. Их строили якобы без учета розоветров. Напомним, проблема неприятного запаха в Чите может решиться к 30-му году. Краевой имени ЖКХ включила в проект комплексные программы жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края на 21-30-е годы реконструкцию очистных сооружений. Отметим, что в дыхании воздуха даже с небольшим содержанием сероводорода вызывает головокружение, головную боль, тошноту, а в значительных концентрациях вещество может привести к коме, судорогам, отеку легких и даже смерти. Десять жителей Забайкалья за период с апреля 2017 года по февраль 2020 вывезли за границу древесины на 411 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России. Отмечается, что доход в размере 11 миллионов был фигурантами легализован. Участник ОПГ, которого ранее судил Петровск-Забайкальский городской суд, в 2021 году полностью признал вину и активно сотрудничает с отследствием в рамках досудебного соглашения. Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы условно. В настоящее время суд будет рассматривать материалы в отношении 6 человек. Бордюры, установленные недавно в микрорайоне Северный, в Чите стали крошиться еще до окончания работ по благоустройству. Об этом сообщил корреспондент Запру. Ранее председатель комитета городского хозяйства Читы Марин Попова рассказала, что в случае, если бордюрный камень не соответствует запрошенным показателям качества или крошится, то город не будет оплачивать такую работу подрядчика. В этом году СМИ и власти Читы подняли тему бордюров на один сезон, которые не дотягивают даже до окончания работ по благоустройству и рассыпаются за несколько дней. Из-за этого камни стали называть сахарными. Редактор субтитров А.Семкин